Сегодня мы рассмотрим три операционные системы из линейки Microsoft. Три последние версии это Windows 7, Windows 8 и Windows 10. Мы рассмотрим, что они из себя представляют, какое имеют сходство, какие различия, их плюсы и минусы. Рассматривать данные операционные системы мы будем по некоторым категориям. Первое это интерфейс и удобство использования. Второе это функциональность и совместимость с современными программами. И третье это скорость работы и требования к железу компьютера. Система, выпущенная производителем Microsoft в 2009 году. Данная операционная система мало нуждается в представлении, так как она актуальна по сей день, а также очень популярна, несмотря на то, что были выпущены более новые версии. Данная операционная система сохраняет все особенности, которые так любят пользователи. Windows 7, продуманная до мелочей, является последователем Windows Vista. Windows Vista не очень удалась у компании Microsoft и поэтому была выпущена данная версия. И очень хорошо заменила Windows XP. В принципе, весь функционал и интерфейс очень похож на Windows XP и повторяет многие его изюминки. Данная операционная система имеет очень удобный рабочий стол, меню пуск с кнопкой в левом нижнем углу, к которому так привыкли все пользователи. Данную операционную систему по сей день используют около 50% пользователей, несмотря на то, что имеются более новые Windows 8, Windows 10. Так почему же данная операционная система настолько популярна и почему пользователи отказываются переходить на более современные версии? Это очень хороший вопрос. Давайте попробуем разобраться в нем. Главная особенность этой операционной системы в том, что она поддерживает все устройства, несмотря на то, что Microsoft закончила основную поддержку данного продукта уже очень давно. Но на сегодняшний день и любая программа, и любая современная игра, и любое устройство, как телефон, планшет и так далее, легко определяются на данном компьютере. Также то, что вышло уже из поздних версий Windows, это очень удобная функция гаджетов. Вы можете на рабочем столе разместить часы, календарь, заметки и так далее, что очень удобно. Позже этого мы уже, к примеру, Windows 10 не найдем. Во-вторых, операционная система имеет очень понятный интерфейс, очень удобный интерфейс, а также красивый. То, что не имелось в предыдущих версиях операционных систем от Microsoft, это и прозрачность меню, прозрачность панелей задач, очень удобное расположение иконок программ на панели задач, очень удобная настройка, очень удобный проводник. Функциями, конечно, он не влечет, зато интуитивно понятно. Что с уместимостью и функциональностью я уже говорил выше, то есть данная операционная система поддерживает все современные приложения. Что касается безопасности, здесь устроена безопасность таким образом. Имеются системные администраторы, а также система юзеров, что позволяет случайно не повредить системные файлы и так далее. Также здесь есть, как и в более поздних версиях, защитник Windows. Конечно же, здесь он более слабый и мало функциональный. Что касается системных требований в данной операционной системе, то они невысокие, что позволяет устанавливать данную операционную систему на старые компьютеры. И там она работает вполне нормально. Плюсы в итоге мы можем отметить. Во-первых, здесь упрощенная система восстановления в случае повреждения операционной системы. Устойчивая к ошибкам. Поддерживает все современные игры и программы. Интуитивно понятный интерфейс. И маленькие требования к железу вашего компьютера. Но есть, конечно же, и минусы. Из минусов, самые главные, это то, что нет больше поддержки от Microsoft. Проводник мало функционален. Это тоже можно считать минусом. Низкая производительность данной операционной системы. Очередной минус. И долгая загрузка операционной системы при включении. В любом случае, какие бы минусы не имела данная операционная система, она остается очень популярной по сей день. И неизвестно, когда она закончит свое существование. Когда интерес пользователей угаснет данной операционной системы. Поэтому можно сделать прогноз, что данная операционная система просуществует еще очень долго. Windows 8. Очередной продукт от Microsoft. Выпущенный в 2012 году. И кардинально отличающийся от предыдущих своих собратьев интерфейсом, а также приложениями. Первое, на что здесь стоит обратить внимание, то что здесь совсем другое меню пуск. Во-первых, включается она совсем иначе. Так как на панели задач кнопки меню пуск в данной операционной системе нет. Она появится лишь позже, когда будет выпущена версия Windows 8.1. Меню пуск здесь выглядит иначе, как я уже сказал выше. А именно, она представлена в виде плиток, эскизов страниц. Данные плитки можно менять, как их цвет, так и места. Также Windows 8 была наделена множеством новых приложений, таких как, к примеру, магазин, в котором можно было приобрести продукты Microsoft. Сейчас вы наблюдаете новую панель задач из Windows 8, с помощью которой можно также некоторые функции выполнять. Windows 8 имеет такие же системные требования, как и Windows 7, поэтому легко шла на любые компьютеры. Единственное, что очень сильно смутило пользователей, то что очень непривычный интерфейс. Вечный поиск меню пуск утомлял пользователей. Да и вообще, эта операционная система была выпущена на сенсорные компьютеры, то есть на ультрабуки, планшеты и так далее. Такой меню пуск очень удобен только на сенсорных устройствах. Если говорить о функциональности и совместимости, то данное программное обеспечение, то есть Windows 8, испытывал небольшие проблемы с этим. Некоторые программы и приложения приходилось устанавливать в режиме совместимости. Если говорить о системе безопасности, то здесь есть новые решения, такие как улучшенный диспетчер задач с улучшенной системой шифрования, что позволяет предотвратить запуск и работу фоновых вирусных программ. Также здесь улучшена система восстановления, что, кстати, является продолжением Windows 10, это сброс до заводских настроек. Если говорить о плюсах и минусах данного программного обеспечения, то что стоит отметить? Во-первых, усовершенствована рабочая область, быстрый поиск, системная защита улучшена, минимальные технические требования, как у Windows 7. Осуществляется поддержка от Microsoft. Также здесь была возможность бесплатного перехода на Windows 10. На данный момент уже ее нет, но все же это тоже можно было отнести к плюсам. ОС стала запускаться быстрее, чем на Windows 7. И плюс, самое важное, это совместимость с сенсорными экранами, что и является особенностью данной операционной системы. Что касается минусов. Главный минус – это сложная адаптация пользователя, которой привык работать с Windows 7. И в заключение. Хороша эта система и удобна будет только лишь в том случае, если вы устанавливаете данный ОС на сенсорный дисплей. К примеру, на моноблок. В таком случае данный ОС подойдет лучше всех для работы с компьютером. Windows 10 – последняя операционная система, выпущенная компанией Microsoft в 2015 году. Данная операционная система несет в себя особенности предыдущих версий, выпущенных Microsoft. Windows 10 была пересмотрена и выпущена компанией Microsoft с особенностями за предыдущие годы выпусков предыдущих версий операционных систем. То есть, в нее включен весь функционал Windows 7, а также Windows 8. Исправлены некоторые ошибки и добавлено очень много нового. Как и предыдущие собратья, данная операционная система имеет все тот же проводник и все тот же оконный режим, что и ранее. Что не вводит пользователя в заблуждение. Конечно же, немножечко расширенный функционал проводника, но это не мешает пользователю работать с этой операционной системой так же, как и с предыдущими. Данная операционная система имеет очень удобный и очень красивый интерфейс. Так же, как и предыдущих версиях, здесь оставлен рабочий стол. Из Windows 8 здесь остается несколько рабочих столов, что для многих пользователей является очень удобной функцией. Панель задач, рабочий стол, меню пуск из Windows 7, немножечко стилизованный под Windows 8. В общем, все сделано для пользователя, для его удобства и для его привычек. Данная операционная система была оснащена множеством новых функций и приложений, таких как, к примеру, панель уведомлений, которую можно открыть справа на экране. Здесь отображаются все уведомления, которые оповещают пользователя о каких-либо событиях в операционной системе. Также здесь был оставлен магазин из Windows 8, где можно купить игры и приложения. Microsoft Store. Еще одна очень важная функция, которая здесь была добавлена для геймеров, это Xbox. Здесь можно также приобретать различные игры и приложения, видеть свою статистику онлайн. Ну, то есть это игровой клиент от Xbox. Также она предполагает запись игрового процесса и многое другое. Здесь тоже можно увидеть из Windows 8 плиточный режим, то есть размещение пуски плиток с приложениями. Здесь обновлены многие старые приложения, такие как Internet Explorer, который уже более походит на нормальный браузер. И многое, многое другое. Прежде чем поговорить о плюсах и минусах, хотелось бы также заметить, что здесь, в отличие от Windows 7 и 8, полностью переделана панель управления. То есть интерфейс панели управления, который мы привыкли настраивать нашу операционную систему. То есть это новая панель управления, но также здесь осталась и старая. Вот это немножечко вводит пользователя в заблуждение. Можно было бы это назвать минусом, но нет, это просто нововведение, которое не несет, в принципе, ничего страшного. Если говорить о плюсах и минусах, то первый плюс данной операционной системы это быстрое включение. Данная операционная система загружается буквально за 15-20 секунд. Что касается совместимости с другими приложениями и играми, то данный продукт полностью совместим со всеми современными играми, программами, а также старыми играми и программами. То есть здесь мы можем все устанавливать и все будет работать корректно. Следующий плюс это то, что данная операционная система полностью обслуживается, полностью обновляется, всегда можно скачать обновления. Также данные ОС стабильно распределяют ресурсы по нагрузке на ваш системный блок или ноутбук. И поэтому работает стабильно, без перепадов, каких-либо зависаний. Еще один плюс это встроенный защитник Windows. То есть в принципе мы можем даже не устанавливать антивирус, так как стандартный защитник Windows, Windows Defender как его называют, вполне справляется со своими обязанностями и защищает ваш компьютер от угроз. Минусов у данной операционной системы совсем немного. Один из главных минусов то, что данная ОС может плохо работать на старых компьютерах, так как они плохо тянут современные требования данной операционной системы. А требования здесь немножечко повыше, чем у Windows 7 или Windows 8. Какие именно вы можете увидеть на экране. Ну и в заключение десятки, если у вас возникают вопросы, стоит ли менять семерку на десятку или восьмерку на десятку, если я привык уже к той операционной системе. Несомненно стоит, потому что я еще раз повторюсь, данная операционная система взяла лучшее от предыдущих своих собратьев. И поэтому, если вы привыкли пользоваться предыдущими, то здесь у вас не возникнет особо никаких проблем. Плюс вы будете все получать то, что я описал выше. Уважаемые зрители, рекомендую подписаться на наш канал, а также включить оповещения, чтобы не пропускать интересные и полезные ролики, которые мы стараемся выкладывать практически каждый день. Каждый для себя найдет на данном канале много интересного и полезного. Спасибо вам за внимание. Спасибо.